Если бы узнал, что во всех киноэнциклопедиях его послужной список открывается сегодня фильмом «Броненосец Потёмкин». Он к нему музыки не писал. При жизни не писал. Фильм был создан как немой. Но пришла эпоха звука, и многочисленные попытки создать музыкальный ряд, адекватный замыслу и духу Эйзенштейна, увенчались тем, что в 1976 году была сделана компиляция из произведений Шостаковича. С чего всё начиналось? С того, что Эйзенштейн очень хотел Сергея Сергеевича Прокофьева. И идея провалилась. Но когда Эйзенштейн, Тисея и Александров отправились в Соединенные Штаты, в Берлине к Эйзенштейну пришёл Эдмунд Майзель и принёс партитуру. И Эйзенштейну она очень нравилась эта музыка. И никто эту музыку не видел, хотя Эйзенштейн её привозил. Это первый случай написания музыки. Был второй, когда Николай Крюков, композитор, самая известная работа мы из Кронштадта, написал он музыку для этой картины. Да, может быть, не выдающаяся. Сейчас у нас картина существует в компиляции Шостаковича. Субтитры создавал DimaTorzok Спор вокруг музыки к броненосцу остаётся главной киномузыкальной интригой 20-го века. Но попытки музыкально переосмыслить эту картину не прекращаются. В 2005 году группа Pet Shop Boys создаёт новую версию музыки к фильму Эйзенштейна. Судите сами, насколько это оригинально. Субтитры создавал DimaTorzok Культурно и весело. 900 районных звуковых кинотеатров будет открыто уже в этом году. Кино существовало уже три десятка лет, когда в нем появился звук. Вместо избитых слов о том, насколько это было революционно, скажем, что это было примерно то же самое, как если бы сегодня, помимо изображения и звука, в кино появился бы запах. Вряд ли это когда-нибудь произойдёт. Если бы публика нуждалась в обонятельных переживаниях, а не только в зрительных и звуковых, то в кинотеатрах давно бы уже сидели тапёры, иллюстрирующие фильмы с запахами. Страшно даже подумать. Представьте, как мог бы пахнуть этот кадр. Вроде бы в Японии до этого уже додумались. Но ведь японцы, они и в эпоху немого кино были большими оригиналами. Дело в том, что в Японии было совершенно другое сопровождение немых фильмов. Там, о, это вообще уникальная совершенно вещь. Там был так называемый комментатор. Там был человек, который комментарием словесным, там вначале было слово, сопровождал фильм. Причём дело не в том, что он говорил, этот вот украл, а этот убил, а этот полюбил. Он этому комментарию придавал философский, поэтический смысл. Однако что же из накопленного музыкой немого кино режиссёры и композиторы взяли с собой в новую, звуковую эпоху. Взяли очень многое. Взяли два основных приёма. Две основные функции. Это иллюстративная музыка, то есть музыка, которая работает на внутрикадровое движение. Бегут, она бежит и так далее. И музыка комментаторская. Переживает и переживает музыка. Вот и всё. Усиление чувства или усиление, или ослабление действия. Даже без броненосца список фильмов, в котором в 30-е годы написал музыку Дмитрий Шостакович, впечатляет. Вот фрагмент из «Юности Максима» режиссёров Козинцева и Трауберга. Здесь на первом месте даже не сама музыка Шостаковича, а мастерская компиляция популярных городских романсов. Именно в ранних картинах с музыкой Шостаковича была заложена традиция использовать песню как визитную карточку фильма. Вот музыка из фильма «Встречный», знаменитая песня «Встречный». Чувствуете прилив бодрости и жизнелюбия? Поздравляем вас! Это соцреализм. Вы в системе. Песня «Встречный». Никто не знает, что такое «Встречный». Просто не знает. Что это фильм о строительстве Магнитогорска, что это «Встречный» план, который одна бригада даёт против другой бригады и соревнуется. Нет, песня о «Встречном». Вот то ощущение счастья, страдания сегодня, а счастья завтра, вот это попадание в «Яблочко» было совершено в 30-е годы. В отличие от других искусств, литературы, театра, изобразительного искусства, да и самого кино в целом, где советский имперский стиль утверждался насильственно, ценой огромных потерь, музыка советского звукового кино появилась как раз одновременно с этим стилем. Она не несла на себе отпечаток того насилия, с которым его навязывали. Он был ей присущ изначально. Скорее, киномузыка обрела отпечаток насилия много позже, когда ей пришлось окончательно отказаться от соцреалистических стандартов. Но об этом как-нибудь потом. Я жалею о том, что многие спрашивают, а поп, грил, а кто это? А уверяю вас, что для киномузыки он сделал совсем ненамного меньше, чем Дмитрий Дмитриевич Шостакович или Сергей Сергеевич Прокофьев. Я в этом уверена. У него же были работы, связанные с Эзенштейном. Но, к сожалению, одна из этих работ погибла. Он писал музыку к знаменитому трагическому «Беженому лугу». Это, между прочим, композитор фильма «Чапаев». Одним из первых, придумавших психическую атаку вместе с братьями Василия. То есть то, что потом во всём будет тиражироваться. Между прочим, будет тиражироваться и в Александре Невском. На другом уровне. А потом Говард Шор отыграет эту же ситуацию во «Властелине колец». легко, с голосами всё уже по-прокофьевски. А по-прокофьевски это значит вот так. Вот, прокофьев как раз чисто симфоническую музыку. Мне кажется, просто, как я так вижу. Во всё это перенесено на кинематограф, без всяких каких-то, так сказать, подстройки. Он очень был жёсткий человек, неуступчивый. И как писал, так и писал. Дело в том, что про кофьев непонятно почему, но с самого начала отнёсся вот к идее работать с Эйзенштейном очень серьёзно. Он же поехал в США, в Голливуд, где изучал технику звукозаписи и вообще, как пишут музыку в кино. Но здесь встретились два гея, которые не хотели уступать друг другу. И в результате появилось искусство очень мощное. Существует мнение, что Александр Невский – оперный фильм. Да, конечно, эпический сюжет, размашистые жесты, не дать не взять опера. И, конечно, прав Эдуард Артельев. Прокофьев перенёс в кино чисто симфоническую музыку. Но ведь, наверное, это и было нужно Эйзенштейну. Он делал симфоническое кино. В те времена стиль Эйзенштейна ещё называли поэтическим кинематографом. К дружбе Прокофьева и Эйзенштейна мы ещё не раз вернёмся. Тем временем, помимо их поэтического – кино, а также помимо Шостаковича, который вместе с режиссёрами Козинцевым и Траубергом был приписан к так называемому «празаическому» кино, помимо всего этого теоретического спора в киномузыке 30-х годов сформировалось совершенно другое направление. Странно, как в одно и то же время в соседних павильонах снимались фильмы с музыкой Дунаевского и музыкой Прокофьева. Диву даёшься, как в советском искусстве, стремившемся к унификации всего и вся, уживались две такие разные стихии – симфонический Прокофьев и народно-песенный Дунаевский. Удивительно, как никому не пришло в голову причесать их друг под друга. Но чесать никто не собирался, потому что тема историческая, на которую выходил Эйзенштейн, она была пафосной, и патетической. И в то же время это позволяло людей просвещать. С другой стороны, им давалась возможность отдыхать и верить в светлое будущее. Вот такую функцию выполнял Александр. Бравурные киномарши Дунаевского. Что же это? Анахронизм или всё-таки классика? Мне кажется, что для нас сейчас она уже справедливо обрела прописку как классика. А ведь страна вступала в период разгара репрессий. Не за горами была и война. Что же это было? Анестезия? Сознательно отвлекающий манёвр? Ведь очевидно, что именно такое искусство в сознательном, в спешном порядке делалось официальным стилем эпохи. И киномузыка была здесь на переднем крае. Это только кажется, что она возбуждает. В том-то и состоит уловка, что на самом деле её функции было усыплять. А функции самих фильмов было показать усыплённому советскому человеку золотой сон. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот ещё один пример. Это фрагмент из фильма «Истребители» 1939 года. Музыка Никиты Богословского. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Слушайтесь, но чем не золотой сон? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чувствуете, здесь слышится глубокий вдох, спокойствие, простор. Да-да, именно сон, и именно золотой. Кстати, такой формы у советских лётчиков никогда не было. Сон. Знакомый дом, зелёный сад, нежный пляж. Осознанно или нет, но принцип управляемого коллективного сновидения был изначально присущ к кинематографу. Вернёмся к фильму «Броненосец Потёмкин». Вот говорят, мясо снится не к добру. Казалось бы, в 1925 году, когда делался фильм, советские художники были отпетыми материалистами и не верили в подобную ерунду. Но смотрите, в начале фильма Эйзенштейн упорно показывает это самое мясо во всех подробностях. Очевидно, он использует этот суеверный символ тревоги, чтобы подготовить зрителя к той драме, которая развернётся в финале. Но ведь мы не только смотрим сны, мы их ещё и слышим. Атмосфера пира во время чумы и свойственная культуре довоенного СССР – это во многом продукт советской киномузыки. Именно музыка расставляла такие акценты в фильмах, а фильмы расставляли их в жизни. Убаюканная именно этими песнями страна пережила разгар депрессий и вступила в войну. «Страна мечтателей, страна учёных, певцы, 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 певцы. Когда смотришь фильмы второй половины 30-х, особенно хорошо понимаешь, что теперь в распоряжении создателей снов оказался новый, уникальный по силе воздействия инструмент – киномузыка. Ну что, можем вернуться к фильму свой среди чужих и попытаться ответить на вопрос, заданный вначале? Пожалуй. Итак, эта музыка ничего не иллюстрирует, ничего не объясняет, ничего не нагнетает. Что же она делает? Рискнем предположить, что она окрашивает фильт в цвета некого романтического, чудесного сновидения. Что же должен захотеть режиссер от композитора, чтобы получилось чудо? Я помню, сел в зрояль, что-то так представил, что он хотел. Там, пожалуй, путеводная звезда была такая, что он говорит, это должна быть музыка для вестерна. Но я это хорошо знал. Так что как бы уже точка одна и была. Вот эта тема вестерна обычно гемантическая, должна быть ясная мелодия. Вот, и вот это так я эту тему и сделал. Вот это да! Вестерн. Фильм о становлении молодой советской республики. Причем тут вестерн? А это и есть чудо искусства. Оно часто рождается при совмещении несовместимых. В отличие от советского революционного эпоса, в вестерне сражаются добро и зло в своем чистом виде, без примеси политики. Никита Михалков и Эдуард Артемьев с помощью музыки вдохнули этот благородный дух вестерна в советский эпос о гражданской войне и не ошиблись. Слушайтесь и всмотритесь. Именно музыка придает этому суровому мужскому повествованию ту очистительную высоту чувств, при которой суровость уже не суровость, жестокость не жестокость, а жертвенность. Благодаря музыке можно сказать, что эта картина – золотой сон послевоенного поколения советских людей о тяжелых и далеко не таких уж романтичных временах гражданской войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прекрасная музыка Калмановский, Фрэнки Глоков, Крылатов, Артемьев Была бы песня, автор найдется Правдивая история киномузыки. Документальный сериал на канале Культура А как ее поймали?